Украинские войска в ходе контрнаступления полностью освободили посёлок Урожайное Донецкой области, сообщила замминистра обороны страны Анна Малер. Там располагался укрепрайон вооружённых сил РФ на берегу реки Мокрой Ялы. Ранее американская газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что освобождение урожайного украинскими военными может заставить российские войска отойти на вторую линию обороны, на юг, в направлении к Старомлыновке. Издание также отмечало, что если ВСУ смогут прорваться через Урожайное, то они окажутся в 80 километрах от Бердянска и Мариуполя у Азовского моря, которые захвачены российскими войсками. В ночь на 16 августа Россия дважды атаковала Одесскую область боевыми дронами. Украинские власти сообщают, что главной целью атак была портовая и зерновая инфраструктура на юге региона. Дрон попал в два склада ангарного типа в речном порту Врини на Дуная, недалеко от границы с Румынией. С румынской стороны Дуная было снято видео обстрелов. Сообщается, что пожары, которые начались в результате удара дронов, удалось быстро потушить. Тем временем служба безопасности Украины опубликовала видео нового морского беспилотника под названием Sea Baby или «Морской малыш», который стал результатом многомесячных разработок, начавшихся сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Василий Малюк, глава службы безопасности Украины. Именно с помощью этого морского дрона, начиненного взрывчаткой весом около 850 килограмм, и был нанесен удар по Керченскому мосту 17 июля. Кадры атаки опубликовал накануне американский телеканал CNN. СБУ предоставило телеканалу запись с экрана оператора дрона. На ней видно, как беспилотник приближается к мосту. На других записях, сделанных с камер наружного наблюдения, видно, как один дрон атакует автомобильную часть моста. После чего другой взрывается возле железнодорожной части с противоположной стороны. Малюк утверждает, что с помощью этих беспилотников Украина недавно успешно поразила большой десантный корабль «Оленигорский горняк» и танкер «Сик». Он подчеркнул, что эти цели являются легитимными согласно украинскому и международному праву. Кроме того, Василий Малюк признал, что СБУ причастна и к первой атаке на мост, совершенной 8 октября 2022 года, но отказался дать какие-либо подробности. А на этих кадрах украинские военные наносят артиллерийские удары по российским позициям под Лиманом Донецкой области. Украинская сторона заявила, что Россия активизировала бои в районе Лимана в прошлом месяце. Поэтому украинские артиллерийские подразделения работали в круглосуточном режиме для того, чтобы отразить наступление Москвы. «Мы остановили наступление. Наступление — это штурмовые действия, которые проводятся с какой-то целью, чтобы занять определенный рубеж нашей обороны. Это было практически сделано. Мы остановили их и не дали противнику продвинуться дальше. Оружия пока немного не хватает. Оно есть, но снарядов действительно не хватает. Чтобы вести наступление, есть танки, но нет самолетов. Без самолетов танки — это просто мишени». Украина продолжает эвакуировать гражданское население из 53 населённых пунктов на Купинском направлении из-за угрозы дальнейшего наступления российских войск в Харьковской области.